Заключительный вечер празднования Дервиша, жители и гости нашего города увидели не только яркие действия на свежем воздухе. В Поморской филармонии артисты дали постановку «Архангельские конвои в настроении Глена Миллера». Мария Кузичева продолжит. Музыкально-литературная постановка «Архангельские конвои в настроении Глена Миллера» стала частью большого празднования 80-летия Дервиша. Публике представили постановку, созданную по книге краеведа Юрия Барашкова. Вот и получилась вот такая история из первых уст. А называется книга «Арктические конвои в настроении Глена Миллера», потому что фотография на обложке этой книги, на супер-обложке, где конвой ПК-18 идет в Архангельск и в композиции с музыкой вот этого американского оркестра. Вот так получилась книга. Фотография, на нее наложилась музыка, плюс письма. В книгу вошли рассказы ветеранов как американских и западных участников арктических конвоев, так и архангельских. Посылали их практически со всех концов света. «Эта книга в свое время, я думаю, была явлением, то, которое написал Юрий Анатольевич Барашков, потому что тогда мы еще не видели или мало очень знали историю конвоев с той стороны, глазами союзников. Но они же смотрели и видели и Архангельск, и все события, которые происходили здесь у нас. И в этом есть вот такая искра, которая пробуждает очень много эмоций». Зрелищная постановка окунает зрителя в первые дни войны. Музыка волнует, а спецэффекты заставляют затаить дыхание. Между музыкальными композициями – рассказы союзных моряков и воспоминания советских девушек. «Вы молоды?» – я взял за основу вот эту фразу, что только будучи молодым, не только физически, но и душой молодым, чтобы преодолеть те сложности, с которыми люди тогда сталкивались. И поэтому я подобрал артистов драматических, именно молодых всех. Они даже иногда говорят, когда мне было 17 лет, а стоит молодой артист, как будто они навечно остались молодыми. Постановка – не просто один из эпизодов Второй мировой. Это трогательная история. «Все отмечают именно человеческое измерение постановки, то, с чего мы, собственно говоря, и добивались. Мы не хотели делать политический проект, мы не хотели делать какую-то военную геостратегическую историю. Мы хотели посмотреть на войну и на этот очень важный эпизод Второй мировой войны глазами простых людей – русских, американских, английских. То есть вот эта призма человеческих отношений, вот эта линза человеческая, она главная. И потому можно с уверенностью сказать, что герои детства близки и новому поколению. А значит, история и жизнь продолжается. Мария Кузичева, Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29.